И всем привет! Вы на канале Плаза Псков Сегодня у нас давненько не было обзоров роутеров И сегодня мы решили это исправить У нас на обзоре Кинетик Дига 3 Только такой крутой канал, безумно дорогой Безумно дорогой роутер И только такой классный канал, как мы Можем себе это позволить Ложь? Ложь Давайте его вскроем Вскроем мы его быстро Не как обычно При помощи магии Итак Роутер мы вскрыли Все скажут, какая магия, это был монтаж Причем очень такой, не очень Да, это так Но, но, но Смотрите, какой у вас плюс Вы подписаны на канал И не только видите Классную железку, и что вообще входит в ее комплект Но, и учитесь Очень важным вещам Учитесь отличать Правду от лжи Вот, и эту способность у вас не отнять Кстати говоря, если вы не подписаны То подписывайтесь на канал Помогайте развитию Что у нас в комплектации есть? Есть у нас там какая-то макулатурка Которая подскажет вам Что с этим девайсом вообще можно делать Давайте ее выкинем У нас есть само устройство Выглядит, кстати, внушительно С антеннами Они гнутся Не знаю, крутятся И они даже крутятся Представляете Вот это да Сразу чувствуешь, что деньги платишь Четыре подключения по Ethernet Один One-порт Все очень здорово Вполне себе Кнопочка вкл-выкл Имеется Даже на русском написано Питание Вот Ну, в общем-то В сравнении с другими кинетиками Внешне Он отличается на самом деле мало Передняя панелька Не знаю, видно Видно, наверное, что там на ней Задняя панелька Что еще у нас входит в комплектации Помимо самого устройства А помимо самого устройства Мы там найдем Как ни странно Адаптер Время идет К роутеру выпускается Ничего нового в комплект не положили Странно, кстати И провод Подключения К компьютеру Вот и вся комплектация По большому счету Скутненькая какая-то Но не суть В общем Вот из чего состоит весь комплект И Дальше уже полезем внутрь Посмотрим, что он такого умеет Чего не умеют другие Все Кому интересно, оставайтесь Кому не интересно Можете посмотреть другие ролики Там появятся Тут Там Тут Где-нибудь Конец Ну что ж А мы продолжаем И те, кто остался Молодцы Именно и вы узнаете Про два USB порта Которые находятся сбоку На роутере Про которые я совершенно забыл рассказать Когда мы его распаковывали А тем временем Роутер уже подключен к компьютеру И провод от провайдера Тоже воткнут И в лучших традициях Всех роутеров Zyxel Открывается страница конфигурации Автоматически То есть автоматически Разворачивается браузер И вы видите Стартовую страничку Этого роутера Если вы ее не видите У нас было уже куча роликов Как ее вызвать На какой адрес нужно зайти Просто посмотрите Их подойдет от любого роутера Там все подробно рассказано И опять же у нас два варианта Либо вручную настраивать Либо при помощи мастера Если вы делаете это впервые Лучше воспользуйтесь мастером Но это не наш вариант Первое что нам предлагается Сменить пароль Для доступа к роутеру Вам настоятельно рекомендую Я не буду этого делать Страница приветствия Ну что я могу сказать Все правильно Автоматически Выдан IP адрес Определены DNS серверы И прочее И прочее И что еще можно заметить Интерфейс На самом деле Внутри Zyxel С момента Giga 2 Не поменялся И даже если взять Омни 2 И старты У них у всех Одинаковый интерфейс Все достаточно просто Основное меню Находится снизу Сейчас вы его не видите Под меню Находится сверху В виде вкладочек На данный момент Мы видим статус Который Нам показывает Что вообще мы имеем Что к роутеру подключено Какие интерфейсы И так далее И так далее Чисто информационная страничка Здесь мы практически Ничего не настроим Кроме конечно Обновлений Которые сразу Рекомендую вам поставить Если есть обновление Программного обеспечения Устанавливайте То есть Перепрошивайте Ваш роутер Ничего не бойтесь Здесь все сделается Автоматически То есть Вы не накосячите Одну кнопку нажали Программное обеспечение Роутера Обновилось Само собой Я этот чудный момент Наверное ускорю А то это будет Очень долго Также не забывайте Что если вам Не хватает Какого-то функционала Можете его Доустановить Из вкладочки Обновления Вот То есть Просто устанавливаете Галочки Нажимаете Установить И у вас появляется Дополнительный функционал На этом роутере Так Давайте спустимся Теперь вниз К основному меню И пойдем По порядку С самого первого Пункта И поехали Так Что мы видим В самом-самом начале На этой страничке Мы уже были Когда только что Открылся роутер Все IP адреса Все DNS Мы все здесь видим Можем наблюдать Что на данный момент Происходит И требуется Или не требуется Обновление нам И так далее Также внизу Схематично Мы видим Что именно Подключено сейчас К роутеру То есть Мы видим Компьютер Мы видим Провод от провайдера Который приходит Мы видим Скорость Все порты В этом роутере Работают На 1000 мегабит В секунду То есть Это не ускорит Вам интернет Да Вот часто Очень спрашивают Скорость интернета От пропускной Способности Портов Не Зависит 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 Только от того Сколько денег Вы ежемесячно Платите Вашему Провайдеру Вот и все С другой стороны Если вы будете Что-то выкачивать С флешки Которая подключена К USB роутера Вы что-то Получите От этого То есть Будете смотреть Побыстрее То есть Файлики скидывать Будет гораздо Приятнее На скорости В 1000 мегабит Нежели Меньше Обычным рядовым Пользователям В принципе Остальные Пункты меню Практически Ничего не дают Сейчас На этой вкладочке Мы видим Какие подключены Устройства Сюда вы можете Подключить Принтер Например К USB порту Роутера Вот сейчас Я воткнул Флешку Мы видим Что появилась Флешка Она 16 гиговая Мы видим Ее серийный номер И так далее И так далее Хотя Это больше похоже На какой-то Мак-адрес Но не суть Вот Кнопочка Для безопасного Извлечения Если у вас дома Есть принтер То все Пользователи Этого роутера Могут печатать На этом принтере И даже не подключать Его к компьютеру Ой как удобно Кстати на флешечке Смотреть Все что там записано То есть можно Прямо через роутер Посмотреть Что находится На флешке Но это Не совсем Вполне удобно На самом деле Подключается Флешка Здесь для другого То есть Либо флешка Либо жесткий диск Подключенный К этому роутеру К нему могут иметь Доступ Все пользователи Сети Вы можете заходить Туда с планшетов С мобильных Телефонов С компьютеров Работать Одновременно С жестким диском И не таскать Его По компьютерам Туда сюда Не дергать Он может стоять В одном месте Это достаточно Удобно Если вам Если вам интересно Как это Именно Настраивается Комментарии Пожалуйста Оставляйте И мы Покажем Прямо подробно С настроечкой Со всеми делами Более того Можно ведь И настроить Чтобы из любого Места Вы смогли Зайти На этот Жесткий диск При условии Включенного роутера Мы все это Можем настроить И вам показать Если будут вопросы В комментариях Мы обязательно На них ответим Итак Переходим В другую вкладочку Здесь мы Настраиваем Подключение Выбираем Тот порт К которому Будет подключен Провод От провайдера Ну На самом деле Вот мы сейчас Пытаемся менять Подключение Тут Есть варианты Если я их Применю То у меня Вырубится интернет Поэтому я Не буду Этого делать Вот Просто Кому надо Пробежимся По меню Покажем Что умеет роутер И на самом деле Говорить тут Можно много Правда Я в этом Не вижу Особого смысла Сверху Просто перечислены Все типы Подключений Которые возможно Настроить На этом роутере Однако Обычно Пользователю Нужно только Одно Ну Максимум Два Все Типы Подключений Со всеми Настройками Обычно Дает на Листочке Провайдер Вы делаете Соответствующую Настройку И у вас Он работает Здесь кстати Предусмотрено Резервирование Каналов То есть Если вам Нужно Какое-то Сверх Стабильное Подключение Вы подключаете Несколько Провайдеров Одновременно И при Выходе Из строя Одного Ну там Профилактика Мало ли что Бывает Роутер Автоматически Будет переходить На другое Интернет Подключение В качестве Альтернативного Можно также Использовать GSM Модемы В общем В принципе Довольно-таки Продуманный Роутер Умеет Многое То есть Он реально Крутой То есть По большому Счету Ваша задача Как пользователя Это найти Соответствующую Вкладочку Нужного Вам Подключения Которое Предоставляет Вам Ваш Провайдер Нажать Кнопочку Добавить Соединение И заполнить Все поля В соответствии С теми Реквизитами Которые Вы получили От поставщика Интернета Ну а 3G или 4G Получится Настроить Только при условии Подключенного В USB GSM Модема То есть Вы идете К поставщику Услуг связи МТС Билайн Мегафон Не знаю Кто там У вас Без всякой рекламы Не буду их перечислять Их Большое множество Берете модем Подключаете Предварительно Уточнив список Поддерживаемых Моделей Потому что Этот роутер Поддерживает Далеко не все Модели Однако Частенько Выходят на Официальном сайте Обновления Где список Этих модемов Расширяется Постоянно И Вот мы Подбираемся К моему любимому Работа С DIN ДНС То есть Если у вас Подключен интернет Через Допустим GSM Модем То скорее всего Вы не имеете Постоянного IP адреса То есть Находясь Где-то далеко Зайти на жесткий диск Который подключен К вашему роутеру Будет Тяжело Потому что Ваш IPшник Постоянно Меняется Вот эти сервисы Если на них Зарегистрироваться Допустим Вот NoIP Один из моих Любимых Он вообще По-моему Бесплатный Который Даст вам Ваш роутер Будет на этот сервис Постоянно Сигналить На каком IP адресе Он находится В данный момент Таким образом Заходя На То есть У вас будет Постоянный IP адрес Грубо говоря Заходя на Учетную запись NoIP Сервис NoIP Будет Постоянно Знать На каком IP адресе На данный момент Висит Ваш роутер Тем самым Вам нужно будет Запомнить Всего лишь Одно название И вы В любой момент Попадете На флешку Или жесткий диск Который За 3.9 земель Вот Это довольно таки Удобно А сервисы DNS Тоже Прекрасная вещь Роутер Отлично Работает Со всякими DNS Если вы Не знаете Что такое DNS Ребята Вам очень Повезло Потому что Есть видео Буквально За 2 минуты Я легко Объясню Что такое DNS И зачем Он нужен Нажимаете Видео Откроется В новом окне Через 2 минуты Сможете Вернуться К этому ролику И досмотреть Его до конца Если вам Интересно Но Что такое DNS Я реально Рекомендую Вам узнать Раздел Роутера Домашняя Сеть Позволяет Вам увидеть Кто на данный Момент У вас подключен К этому Роутеру Как LAN Клиенты Так и Wi-Fi Клиенты В любой момент Времени Вы можете Зарубить Любому Из компьютеров Доступ в интернет Это достаточно Удобно Родители Наверное Меня поймут Поэтому Пользуйтесь Наслаждайтесь Довольно таки Веселая штука Если вы не Используете DNS Сервисы В которых Можете Заранее Прописать Все эти Правила О которых Я говорил В видео Которые Вы наверняка Посмотрели Вот Можете В режиме Реального Времени Разрешить Или запретить Доступ в интернет Вот буквально Пользуясь Одной Менюшкой Этого Роутера Я искренне Надеюсь Что вы успели Первый Поставить На это Устройство Пароль То самое Что нужно было Сделать При первом Включении Роутера Ну а мы Тем временем Двигаемся Дальше И переходим К настройкам Wi-Fi О сколько Здесь настроек Для Wi-Fi Боже мой Что вы можете Здесь сделать Вы можете Поднять Несколько Точек Доступа То есть У вас дома Или В организации Может быть Несколько Wi-Fi Будут Под управлением Одного Лишь Этого Роутера Можете Поднять Основную Сеть Для Сотрудников Гостевую Сеть Для Клиентов Которая Не будет Вам Просаживать Основной Канал Интернета Потому что Когда Народ Сидит И Мучается От Скуки Они Любят Посмотреть Кинчики И так Далее И так Далее Но Допустить Чтобы Интернет Тормозил Это Недопустимо На самом деле Поэтому Устройство Кстати Работает Как на 2.4 ГГц Так и На 5 ГГц Есть Большой Плюс В 5 ГГц Потому что Эта Частота Вообще Не занята Никаких Помех Вокруг Не будет Просто Он будет Работать Шустрее Но Есть Опять же Один Косяк Без Них Никуда К сожалению Устройств Которые Работают На 5 ГГц На данный Момент Очень Очень Мало Их Встраивают Даже Не во все Дорогие Ноутбуки Я уже не говорю О мобильных Телефонах Поэтому Оно В ближайшее Время Вряд ли Вам Пригодится Но Если Вы Полазаете По Вкладочкам Вы Обязательно Найдете То Что Вам Нужно Можете Поднять Несколько Сетей И Пользоваться Всеми Ими Все Будет Оправляться Реально С одного Устройства То есть С этого Роутера Гига 3 А Исходя Из того Что Контент На этом Канале Больше Рассчитан На Начинающих Пользователей Нежели На Профессионалов Пожалуй Вот этот Основной Функционал Которым Пользуются Обычные Пользователи Начинающие Больше Вот они Обычно Ничего Не Используют Поэтому Справедливости Ради Не буду Очень Сильно Задерживаться Но Пробегусь Пробегусь По Другим Пунктам Меню Таким Как Безопасность Фаерволы То есть Профессионалы Обычно Настраивают Все эти Моменты И в конце Дорогие Пользователи Начинающие Не Отключайтесь Я вам Покажу Как Получить Доступ К флешке Или USB Диску Который Подключен К вашему Роутеру То есть Комментировать Я данные Пункты Не буду Потому что Ну Кому Надо Тот Поймет Я так Считаю Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, а если вы дождались, то вы прям молодцы! Здесь в последней вкладочке мы настраиваем сеть Windows, ну кому надо тот знает опять же, и вот, доступ через FTP, то есть насколько просто же здесь поднять FTP сервер. Для тех, кто не знает FTP, это один из способов передачи данных, то есть один из протоколов передачи данных. Вот, как он работает, я вам сейчас покажу. У нас в роутере воткнута флешка. Самое обыкновенное, также это может быть жесткий диск с какими-то файликами. Как вам с ним работать. Внимание! Мы просто нажимаем на кнопочку «Впуск», выбираем этот компьютер, либо запускаем это с рабочего стола. Когда мой компьютер запустился, мы делаем что? Удаляем все из верхней строчки и пишем FTP, двоеточие, двойной слэш и IP адрес нашего роутера. Вот, мы зашли на ту флешечку, которая воткнута в нашем роутере. Можем по ней ходить, бродить, гулять, копировать или сбрасывать на нее материал какой-то. И таким образом поступать с каждого устройства в вашем доме. Будь то мобильный телефон, компьютер и так далее. Ну, по крайней мере, в мобильных телефонах есть еще смысл, наверное, все-таки разжиться специальным FTP-браузером, специальной программкой, которая использует FTP, то есть которая позволяет по FTP бродить-ходить. Но у вас все получится однозначно. Вот настолько это просто. Итак, ребята, в общем, если у вас появились какие-то дополнительные вопросы по этому устройству, вы их всегда можете задать в нашей группе ВКонтакте. Ну и как бы, если это видео было вам действительно полезно, и вы что-то узнали для себя новое, обязательно поставьте нам лайк. Также не забывайте подписываться на канал, во-первых, чтобы видеть эти видео первыми. Во-вторых, у нас уже очень много всего интересного. И в-третьих, самое классное еще впереди. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok